Я понимаю так, что, в общем-то, Запад действительно посолил Армении некоторые преференции. В первую очередь, Франция, поставки оружия и многое другое. Хотя, в общем-то, те предложения по оружию, которые даются Армении, ну, это гораздо хуже, чем российское оружие по цене выше. Если мы ведем речь о том, что в Ереване звучат голосы о том, что надо переключаться на, соответственно, ориентироваться на Евросоюз, переключаться в том числе и на Вашингтон, примерно такой же пуск, как в свое время в киевский режим пытался навязать своему народу. Я могу одно сказать, что и при этом раздается голос о том, что это несколько, кажется, на экономическом сотрудничестве Армении и России. Я думаю, что это люди, которые так говорят, они крайне недалеки и заблуждаются. Я сомневаюсь, что продукция, которую выпускает армянская промышленность, кого-то заинтересует в странах Евросоюза и других государств Запада. Там своей продукции аналогичной достаточно много. По ряду параметров она выше по качеству, где-то, может быть, и не выше, но в любом случае она держит рынок. И тот же, например, алкоголь. И вытеснить, например, французские коньяки Армении никогда не удастся за счет своих коньяков. То, что Россию эти коньяки будут интересовать после того, как Армения ведет себя крайне реакционно, скажем так, и крайне негативно по отношению к России, это, естественно, заблуждение, которое пытается внушить армянскому народу. Поэтому Армении нужно взвесить прежде. Все прежде, чем что-то делать. Учитывая, что она уже сейчас находится в окружении практически недружественных стран. И в этой ситуации ей, в общем-то, поддерживать отношения с Россией жизненно важно, жизненно необходимо. В данном случае ДКБ как раз является той структурой, которая помогает сохранять эти отношения между двумя странами.